Внезапно возникшие и забытые компании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам в 18.15 в программе «Подоплёка». На радио «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас тема, о которой мы уже неоднократно говорили. И которая снова получила, наверное, новое звучание и актуальность в связи с тем, что начался учебный год. Всех поздравляю с началом этого прекрасного времени. 1 сентября дети пошли в школу, пошли очно. Правда, рядом обстоятельств, которые приходится преодолевать учителям и родителям и самим детям. Но мы об этом поговорим как раз сегодня. И поговорим с человеком, который непосредственно связан, и был связан, и сейчас связан со школьной жизнью. Это Наталья Скворцова, учитель с большим довольно стажем. И, наверное, её популярность неожиданная вызвана была тем, что она как раз с началом этого нового учебного года решила оставить школу и уйти просто в мамы. Ну, так, по крайней мере, пока что выглядит. И, конечно, для людей, которые наблюдают за этой ситуацией со стороны, это кажется таким обидным делом, потому что Наталья как раз представляет поколение учителей, которые молодые, которые сильные, которые современные, и с которыми мы, как родители, связываем, наверное, свои надежды на будущее школы, на будущее детей и так далее. Ну, вот об этом всё мы поговорим в ходе нашей программы. Приглашаем слушателей делиться своими впечатлениями о начале учебного года и о школьном обучении в целом. Телефоны в студии работы 672-12-93-9, 672-13-99. Будем принимать ваши звонки, ваши комментарии и так далее. А сейчас хочу поздороваться. Добрый день, Наталья. Добрый день. Приятно вас видеть и слышать. Итак, расскажите немножечко о себе. Как вы пришли в школу? Как вы выбрали вообще эту профессию, которая отнюдь не была во времена вашей юности, ни высокооплачиваемой, ни престижной, ни желанной для многих, кто мечтал стать высокооплачиваемым адвокатом, или каким-то менеджером, или ещё каким-нибудь продавцом, в общем, схватить удачу за бороду и так далее, и так далее. Я, добрый день, я эту школу закончила, я училась в ней. Когда я была в первом классе, это была 62-я школа по соседству, это была русская школа, а 72-я в тот момент была русско-латышская. И я поступила в первый класс в сентябре 88-го года, и летом 89-го все дети со всеми учителями из 62-й перешли в 72-е, и, соответственно, латышский поток перешёл в 62-ю. То есть летом 89-го года 72-я стала полностью русской. И я училась в этой школе со второго класса, в четвёртом классе не училась, перепрыгнула, все тогда из третьего перепрыгнули в пятый. Была одна из первых, кто сдавала централизованный экзамен по английскому, мы были первые ласточки. И потом, в принципе, мне всегда нравилось учить других, я уже когда, ну, я нормально училась, ну, хорошо училась, скажем, семь для меня это уже была плохая оценка в табеле. Догадайтесь, по какому предмету у меня было семь. По-русскому? По-английскому. Да, но мне не очень повезло моему классу, потому что с пятого по девятый класс у нас сменилось шесть учителей английского языка. Был даже один студент из Индии, который в девятом классе нам пытался преподавать алфавит. Был период, когда мы вообще без английского сидели. Ну, наверное, все учителя английского в то время перешли в переводчики, это было так востребовано. Латвия была воодушевлена перспективами европейского будущего, и поэтому английский вдруг стал гико востребованным. Ну, и до девятого класса я училась в физико-математическом классе, но мои родители настаивали, чтобы в десятый я поступила всё-таки в гуманитарный. И в десятом классе у меня было пять уроков английского языка в неделю, латышского тоже было там прилично, достаточно много. И, ну, мне нравились, я вообще любила учиться всегда, мне химия нравилась и литература, и, ну, то есть я, ну, таким нормальным учеником была всегда. И там на Олимпиады меня отправляли. Вот. И уже где-то в классе, так, в одиннадцатом я начала подрабатывать одной девочке соседской, алгебру геометрию объясняла. Я поняла, что да, у меня получается объяснять. Вы знаете, не все могут быть учителями. Они могут знать хорошо свою сферу деятельности, но совершенно не умеют объяснять её другим. Такие люди бывают. И я поняла, что да, у меня получается объяснять то, что я знаю. Какую бы сферу деятельности я ни взяла, я могу это объяснить другим. Вот. И после двенадцатого класса я поступала... Мне понравился английский язык. Спасибо Людмиле Евгении Холме, которая до сих пор работает в нашей школе. Она вытащила меня. Я когда потом смотрела свои тетрадки девятого класса, это просто ужас какой-то. В двенадцатом классу она потянула очень хорошо. Она очень требовала, но свой результат был. И я поступила также на курсы подготовительные, чтобы идти в университет. Сдавала сразу на два факультета, поступала на филологические, ну, иностранных языков, и педагогические. И на педагогическом я набрала меньше баллов. И решила, что там я буду в Иманту кататься. Я лучше в центр нависла уже. Все равно и там, и там платно. И так как у моей семьи в тот период было не очень много денег, мягко говоря. Первый семестр мы как-то там наскребли. Мои родители дальше. Я взяла кредит на учебу. И я подрабатывала в магазине обувном. Я училась вечером, утром я работала. И в магазине была так, мелкая, сбегай за второй ногой, так, мелкая, принеси тридцать девятый размер. Мелкая туда, мелкая сюда. Девочка на побегушках это называется. Ну, примерно так, да. Да, и еще забыла сказать, летом после 12 класса я подрабатывала, продавала на улице мороженое. С десяти до восьми вечера на оживленной улице там, ну, такая работка тяжелая. Однажды у меня там чуть сумку не украли, кстати. Вот. И после, проучившись два курса, а я всегда приходила на первом курсе, на втором курсе и на третьем, на третьем приходила поздравить своих учителей с первого сентября. И вот прихожу я первого сентября 2001 года, поздравляю учителей. А мне говорят, ой, Наташа, знаешь, хихи, тут у нас учителя английского не хватает, вот только что одна ушла, не хочешь хихи, нам прийти. Я такая хихи, приду. Прихожу, рассказываю родителям, говорю, ой, хихи. Да, то есть предлагают в школе, но я не воспринимала это серьезно, а моя мама говорит, очень серьезно. А что хихи? Иди. Я такая, да нет. Тогда они просто пошутили. А она говорит, нет, иди. Я пришла, ну что, там меня все знают, я в этой школе отучила сколько лет. Меня взяли сразу с руками и ногами, мне еще нужно было месяц отработать в этом магазине. И 1 октября 2001 года, то есть еще 30 сентября я работала на обуви, Наташка принесла, а 1 октября, здравствуйте, Наталья Владимировна. Это был немножко так, контраст хороший. Мои самые первые ученики, это был 7 класс, а я маленького роста, метр пятьдесят пять. А 7 класс, это уже такие, ну высокие детки бывают. Я захожу к ним так, в класс, у меня аж горло так перехватило, ой, немножко страшно стало. Очень поддержали мои коллеги, которые недавно были моими учителями, и тут они стали моими коллегами. Своего кабинета не было. Моя классная руководительница Светлана Ивановна, тогда Дикушина, сейчас Григорьева, выделила мне шкаф у себя, лаборантская, я там хранила свои учебники, тетрадки. И вот так бегала, работала, поняла, что да, мне это нравится, да, это моё. То, что мне приносит радость, я вижу, что у меня получается научить. Когда дети чего-то не понимали, и я объяснила, ну кому-то 1, 2, 3, 5 раз объяснила, и вау, они начали понимать. Здорово. Когда есть отдача, это вдохновляет. Наталья, вот очень у нас сейчас активно обсуждается вопрос о преподавательских кадрах. Мы знаем, что в латвийских школах вообще преподавательский состав, будем так говорить, достаточно пожилой. Очень много учителей в возрасте 50+, и даже 60+. И так происходит не потому, что люди там не хотят выходить на пенсию и оказаться там на грани, так сказать, финансового выживания, а потому что, ну в принципе, их неким заменить. И педагогов молодых, конечно, готовят, но из них очень малая часть остается в школах, идет в школы и так далее. Вот с вашей точки зрения, основываясь на вашем опыте, как бы вы предложили решать эту проблему? Ой, знаете, очень такой сложный вопрос, честно говоря. Но тут глобально надо подходить. Конечно, и зарплатой мотивировать и предлагать условия более выгодные. Я, честно говоря, не такой уж там дикий специалист в этой сфере, чтобы вот за всех там в министерстве решать, что они наделали не такого, что большинство учителей... Ну да, то есть мне сейчас 40 лет, и я себя до сих пор считаю молодым учителем. Хотя я в школе уже 20 лет. Я до сих пор еще вот в той категории, ну, молодые учителя. Хотя сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что когда я училась, скажем, в 10 классе, моим учителям, которые до сих пор сейчас еще в школе преподают, тогда было 35-40. Ну, тут насколько проблему не решить, конечно. Тут надо комплексно подходить и мотивировать студентов, чтобы они не уходили куда-то в переводчики, в частные учителя, они уезжали бы за границу. Наверное, денежный вопрос, скорее всего, да. Ну вот вы-то как раз сказали о том, что вы получали удовольствие от своей работы, то есть вас вдохновляло само чувство радости того, что получилось, что от детей вы получаете отдачу. То есть это как бы такая эмоциональная часть, которая, наверное, с точки зрения такой азбуки менеджмента более важна даже, чем финансовая, потому что, ну, как опять-таки эта азбука менеджмента гласит, деньги не являются мотиватором, ну, то есть они могут повышение зарплаты мотивируют там первые три месяца, а дальше человек к этому привыкает, и он уже, ну, как бы не обращает внимания, а повышать зарплату бесконечно тоже нельзя, и нигде это не делается. Вот отбор этих молодых педагогов или людей, которые склонны к этому, их мотивация, их какое-то, может быть, общение между собой, вот как бы можно было организовать для того, чтобы все-таки учительские коллективы обновлялись. Что в этом может сделать, ну, государство как заказчик образования? Или его вообще сейчас это мало интересует, а интересуют какие-то другие компоненты, которые, ну, для нас, как для детей, в смысле для родителей, как людей, которые там своих детей отдают в школы, остаются как бы тайной за семью печатями? Ну, знаете, я не знаю, что там себе правительство думает. У меня временами ощущение складывается, что они живут совершенно на другой планете. Я там новости читаю о том, как они придумывают организовать процесс. Мне всегда хочется спросить. Слушайте, вы хоть раз смело в руках держали? Серьезно, в класс заходили когда-нибудь? Очень большую роль играет то, как я считаю, что сейчас такая система «деньги следуют за учеником». И родителям даётся больше, конечно же, свободы выбирать, в какую школу они хотят детей отдать. Это раньше районная школа, где ближе живут, так и всё. И теперь они, те, кто могут себе поздравить, те ездят, они возят своих детей в школы, как они считают, получше. В одной школе они там могут сказать, прийти, так, вот этого учителя нам не надо, нам надо вот этого учителя, мы его хотим. То есть уже как-то заказ детей, что ли. И да, но тут ещё вот эти реформы все бестолковые. Но они совершенно бестолковые. Как можно одновременно с пандемией вводить эту языковую реформу, компетентностную реформу, реорганизовывать школы, там давайте вместе соединим. То есть всё в одну кучу, но так делать нельзя. И престиж работы учителя просто падает в обществе. Люди просто не хотят. Даже вот эта система, когда предлагали людям с высшим образованием, ну давайте вы пойдёте, там на курсах отучитесь. Миссия выполнима, да, эта программа была? Да, видимо. Вы получите корочку, что вы учитель, и всё, и вы идёте в школу работать. Но что-то как-то я не вижу, много желающих в школе работать. Потому что вот это всё, нагромождение всего вместе, оно такие результаты даёт. И так как новых учителей из вузов, ну я вот не особо их вижу, то директора вынуждены переманивать учителей из других школ. Ну и таким образом вот те самые школы, которые вы называете престижными, востребованными, получая вот эти деньги, следующие за учеником, имеют возможность как-то, ну, чуть-чуть побольше зарплату назначать своим учителям и таким образом переманивать. Такой механизм, да? Я думаю, так, да. Хорошо, давайте по пунктам. Вот школы районные и школы... школы престижные, так называемые, да. Те, кто могут себе позволить возить детей в школы получше, вы так сказали. То есть мы здесь уже сталкиваемся с некой сегрегацией детей, то есть с их делением по имущественному положению родителей. Получается, что школы там центральные, престижные и так далее, они концентрируют в своих классах детей более, так сказать, состоятельных родителей, а районные школы маргинализируются, так? Ну, возможно, и так. Скажем, моя-то школа далеко не центральная, но туда тоже хотят попасть из Салоспилса, из Икшкилы. Яковые возят. Из Балужи тоже. Понятно. Ну, то есть, как бы, мы уже столкнулись с тем, что у нас классовая юриспруденция, без денег ты в суде никто и защитить свои права не можешь. У нас классовая медицина, потому что 60% денег в медицину идёт из личных карманов граждан. И образование у нас тоже становится классовым, потому что тот набор, который обеспечивается всем, он очень сильно зависит, ну, он очень сильно, как бы, ограничен в своих возможностях. И если родители хотят, чтобы ребёнок получил действительно хорошее образование, они так или иначе вынуждены за это платить. Да, именно так. А действительно считаю, что если родители хотят своему ребёнку дать качественное образование, они не могут рассчитывать только на одну школу. Либо они отдают ребёнка в школу частную, где там с этим ребёнком, ну, во-первых, количество детей в классе меньше. Каждому ребёнку уделяется больше индивидуального внимания. Кружки там в этой школе. Либо, если они учатся в такой школе, как моя, она там никакая не частная, просто обычная школа, то стараются к частным учителям записывать, на кружки. И вот сейчас, когда была удалённая компания, вот это Young Folks, они предлагают уроки, ну, там и тоже английский, и латышский, но, например, моя дочь, которая вот сейчас пошла в второй класс, ей очень нравилось изучать дополнительно биологию, ну, на уровне, конечно, ребёнка, да, там для семьи. Внимательный кружок. Да, да. Кружок по психологии, по астрономии, и, конечно же, это всё платно. Хорошо. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв на рекламу. Я вижу, что есть звонки радиослушателей. Пожалуйста, через пару минут мы вернёмся в эфир с Натальей Скворцовой и будем перенимать ваши звонки. Всего, давайте, не переключайтесь. Радио Болткома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжаем программу «Подоплёк» и говорим сегодня о школьном образовании. На прямой связи с нами через Zoom Наталья Скворцова, учитель с 20-летним стажем, которая в сентябре этого года решила оставить школу и уйти просто в мамы. Этот пост, который она написала в Фейсбуке, вызвал очень большое количество откликов и сегодня мы говорим о том, какова сегодня ситуация в школе, как живут и работают учителя, как дети наши получают образование и у нас есть звонки. Давайте послушаем. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Доброе утро. Вот полностью согласна со всем сказанным вашей гостей. Это, конечно, для родителей кошмар. И мне вот хочется спросить, поинтересоваться, а как же обстоят дела у детей из русскоговорящих семей, потому что эти дети, они же латышского языка не знают, они еще только учатся. И на удаленке надо все это писать, слышать, сказать. Это не в классе там подняли фразу, сказал. И вот, например, очень прошу вас, Людмила Борисовна, позовите, чтобы узнать ситуацию точно, на программу пригласите вот деятелей, защитников русских школ или русский союз Латвии. Я вот член русского союза Латвии состою в этой партии. Татьяну Аркадьевну Жданок, она же педагог. Пусть немножко раскроют, какая там ситуация, какая там катастрофа. Вот закончился год, и я уже смотрю информацию, что дети ринулись поступать в высшие учебные школы, в Россию, ну, что покрепче, в Европу. Вообще латвийское государство думает о будущем, думает о своих кадрах молодых. По-моему, не думает. Спасибо большое. Да, спасибо, да. Ну, я думаю, что Татьяна Аркадьевна, конечно, педагог и преподаватель Латвийского университета в прошлом, но ситуацию в сегодняшней школе как раз, наверное, лучше знает наша сегодняшняя собеседница Наталья Скворцова, поэтому обратим этот вопрос к ней. Да, вы отметили, кстати, в своем посте о том, что удаленка в очередной раз ударила и по русским детям, потому что та поддержка, которую давал портал ТАВА-классы, она была вся исключительно ориентирована на государственный язык, и, соответственно, получалось, что учителя русских школ, так называемых русских, которые уже, в принципе, наверное, давно не являются по факту русскими, они остались один на один со своими проблемами. Вот какие это были проблемы, как вы их решали? Слушайте, вы сейчас задали сразу много вопросов, на какую из них начать отвечать? Ну, ТАВА-классы, удаленка и русские дети. Хорошо, ТАВА-классы. ТАВА-классы хороший ресурс для русских детей, но, скажем, русским детям они не настолько бегло говорят и понимают по-латышски, чтобы вот это всё понимать. И, скажем, изучая, что я там могу своим русскоязычным детям на английском закидать, я поняла, что даже там с первого, что ли, класса там полностью всё по-английски было и такой темп, но я не уверена, что они там всё поймут. Или какие-то предметы, ну, другие, по другим предметам делали видео, но я не знаю. В общем, кто-то, может, и пользовался, но я не пользовалась этим ТАВА-класса, потому что это было неприменимо для моей ситуации. То есть, вроде бы, да-да-да, мы вам помогаем, мы вам ТАВА-классы сделали, вот, пользуйтесь. А по факту невозможно было этим пользоваться. И ещё такой интересный аспект. В новой программе вот эта, там вообще не предполагается, что русскоязычные школы, ну, как их назвать, билингвальные школы в принципе существуют. А их не может быть. Программа рассчитана на детей с учётом того, что их родные других не бывает. Если вы откроете, внимательно изучите программу, что ребёнок должен уметь, там, ну, скажем, в первом классе. И там, и пошли там размышлять, он должен там уметь какие-то слова, там, ну, я сейчас точно не помню, там вообще не предполагается, что есть какие-либо дети, для которых латышский язык может быть неродным. Просто в программе. Просто выкинули и всё. Вот учитесь, вы должны быть латышами и всё. Также немножко обращаясь назад к вашему вопросу о том, почему такая ситуация в школах, что учителя уходят, вы знаете, незащищённость учителей от произвола учеников и их родителей. Потому что им можно всё и им за это ничего не будет. Вполне возможны ситуации и были ситуации, когда ученик заведомо неправ и он провоцирует конфликт. Он может даже побить учителя и его никто не защитит. В смысле побить? Напасть на учителя? Да, в прямом смысле были такие случаи. Кошмар какой. Ученик в состоянии аффекта хватает стул и побить своих одноклассников, подбегает учитель, кричит «Остановись, что ты делаешь?» Этот стул падает вместо учеников на учителя. И никто этого учителя не защитил. Или там, скажем, с этой удалёнкой несчастной, когда вместо ученика делают задания его родителей. но это же, понимаете, Профанация. Это профанация, говорю. Да, да, профанация. Но мы сами один на один с этими проблемами. И в обществе, вот как я картинку подставила там в своей публикации, и там на одной части картинки написано, нарисовано, родители с дневником учительница сидит и ученик. Раньше как было, что это за оценки на ученика. А теперь как родители вместе с учеником, с этим дневником на учительницу, что это за оценки, то есть это она виновата, у нее такие оценки у ученика. А простите, он сидел и ничего не делал, это вообще никого не касается. Ну, видите, тут опять-таки возникает вопрос, который любой, наверное, человек разумный должен себе задавать. Мы понимаем, что ребенок рождается вообще с любопытством. Если бы он не был любопытным, он бы не был обучаемым, он бы не осваивал к семи годам тот объем знаний, который, ну, не знаю, человек, наверное, во взрослом состоянии не может освоить из-за десятилетия. То есть любопытство это природный фактор ребенка, и он с этим приходит в школу. И, естественно, что родители ожидают, что школа будет развивать это любопытство, будет развивать его, ну, какие-то природные склонности, предлагать ему вот такие знания, которым он потянется и которые его увлекут. а сегодня получается, что ребенок попадает в некую систему, которая по кусочкам начинает его, ну, там, формировать, ограничивать, останавливать, демотивировать. Это так или нет? Или все-таки очень многое зависит от конкретного учителя, который там выбирает свой учебный материал, зависит от родительского комитета школы, который, в принципе, ну, как бы по закону, наверное, имеет право участвовать в формировании учебного процесса и подборе материалов, которые будут детям даваться, ну, как учебники и так далее. То есть декларируется, что у нас есть некая либеральная система, свободная в выборе там программ, учебных материалов и так далее, а по сути мы имеем нечто другое. Вот так это или нет? Вы знаете, родители тоже замечательно умеют убивать любопытство. Это очень прекрасно получается. И да, конечно, тут комплексно всё. То есть взяли, разрушили всё, что было, и если конкретно говорить про эту компетентностную реформу, на курсах так красиво рассказывают, что вот раньше учитель являлся источником знаний, ну, фактически единственным для детей, и дети слушали учителя и выполняли, что он делает. Сейчас ситуация с развитием техники изменилась, дети могут добыть информацию везде, и учитель им для этого не нужен, вот поэтому нам нужно с вами учиться так-то и так. Вместе с этим внесли такой огромный хаос, что расхлёбывать нужно всем, и учителям, и ученикам, и родителям. Родителям нужно быть заинтересованными в том, что у его ребёнка, у их детей в школе происходит, нужна ли какая-то помощь. Есть родители, которые, а, ладно, спихнули, до свидания, всё, сами обучайте, это ваши проблемы. Есть другие, которые, наоборот, трезвонят по любому поводу, там, сколько креточек отступать, на какую строчечку писать, то есть, есть тревожные родители. Есть родители, которые, скажем, требуют от ребёнка совершенства там, где оно не требуется. Я, ну, это я перфекционист, я это поняла в первом классе своей дочери, когда я там себе нарисовала красивые картинки, как она будет хорошо учиться, и я понимаю, что, ну, вот тут она не очень хорошо понимает, ну, тут она не очень там буквы пропускает, списывает, и когда я пытаюсь наседать, давай там пиши-пиши идеально, чтобы было всё идеально, тогда я нагоняю больше страха на своего ребёнка. и просто я решила отпустить. Например, некоторые родители абсолютно уверены, что нужно писать в черновик, потом ещё раз писать в черновик, а потом третий раз писать в чистовик, чтобы было бы идеально. Ну, я проверила, что на моём ребёнке это абсолютно не работает. Она перепишет в черновик, а потом в чистовик, всё, мотивация загублена на корню, она уже не хочет это делать. Да, мы не китайцы, да? Мы же с вами не живём свою жизнь сначала на черновик, а потом на чистовик. Да. Ещё проблема такая, что у многих в головах запрет на ошибки. Угу. Вот нельзя делать ошибки. Этим, к сожалению, и учителя грешат, и родители тоже. Вот здесь у тебя ошибка. Ну, хорошо, ошибка. Да, но никто из нас не научился сразу же разговаривать, я не знаю, там, на латышском языке или... Нет, о, хороший пример, как ребёнок учится ходить. Угу. Не падая. Да, никто не требует от годовалого ребёнка, чтобы он встал и тут же пошёл. Идеально. Это же не понятно, что он идёт-идёт, вот споткнулся, сел на попу, ну, немножко упал, ну, поплакал, но он продолжает вставать и идти. Мы же не ругаем, какой ты плохой, ты вот сейчас упал и больше ты никогда не сможешь из этого ходить. Но это же глупость, правда? Да. Потому что у ребёнка есть пару ошибок. Нет, я не говорю, что не нужно стараться, стараться нужно. И малыш, который старается научиться ходить, и тот малыш, который учит, прописывает крючочки в тетрадках, они оба стараются. Угу. Например, если раньше на вот эти крючочки в тетрадках отводились, я не специалист в программе начальной школы, не знаю, там полгода или сколько они там рисовали эти крючочки, они нужны, эти крючочки, руку разрабатывать нужно. сейчас, ну, сентябрь, октябрь, пописали крючочки, палочки, а дальше уже там буквы целые предложения, уже бежим-бежим скорее. Плюс министерство, которое придумало, что нужно теперь вот эта новая программа. Учебников, простите, по новой программе сколько? Не знаю. На начало прошлого года было 0,0. То есть берёте, дорогие учителя, учебники прошлые, выбираете темы, которые вам нужны теперь по новой программе, и скачете как блохи по всему учебнику. И что в итоге получается? Ну вот, возьму для примера седьмой класс, потому что я учила детей седьмого, учеников седьмого класса по новой программе. В учебник умные люди, они продумывали, что сначала мы грубо говоря, сначала present simple, потом present continuous, потом его сравним, потом past simple, и потом лексика, естественно, ещё попутно, и всё это взаимосвязано и в конце более сложно. Да. Мы открываем программу. В программе написано, что вот кровь из носа, мы должны на седьмом классе учить вот такую-то тему. Мы открываем свой учебник. Где эта тема в учебнике? А, она теперь в конце учебника, мы её обычно с восьмым классом изучали. Ну, делать нечего. Сейчас мы её изучаем вот седьмым. И получается, что я одно и то же изучала и с седьмым классом, который по новой программе, и с восьмым, который по старой. Но простите, если с восьмым, я говорю про прошлый учебный год, мы с ними изучали сначала первую тему, вторую, третью, всё логично, всё продуманно, и я понимаю, чему надо детей учить. Но в седьмом классе коллеги не дадут соврать, у меня постоянно был вопрос девочки, что мы сегодня делаем, что мы завтра делаем в седьмом классе. Я сама не понимала, чего они с ними делают. Это было просто, ну, вот серьёзно. Моя коллега, которая отвечала у нас за седьмой классы и давала мне готовый материал, так, сегодня делаем то, завтра то, через две недели вот это, а вот контроль у нас будет такая. Я просто, я её готова расцеловать, потому что она мне очень помогала. Я, в свою очередь, помогала другим коллегам. То есть, вот так мы, вот такая взаимовыручка, поддержка. Ну, то есть, получается, что эту так называемую красивую реформу перевалили на плечи учителей, которым предложили изворачиваться, как они могут, да? Мы с вас требуем вот это, это, а как вы этого достигнете, это ваша проблема. Конечно, это только наша проблема. Теперь свободная личность и может писать свои программы и учебники. Простите, когда? Когда это делать? У нас нет развивающего обучения в полной мере, потому что нет времени, у нас большое количество детей, у нас нет времени на интересную подготовку курсов, мы пишем эти планы бесконечно, мы должны подстраиваться, что сейчас делают латыши, а что делают русоведы, а что в это время математиков, а у вас такая тема, вот межпредметные связи. Ну, простите, они всегда у меня существовали в моих уроках эти межпредметные связи. Ну, к примеру, я веду урок, задеваю что-нибудь там про, не знаю, про Новую Зеландию или там про что-то, опа, дети, давайте, открываем карту, смотрим, где эта Новая Зеландия находится, была бы у меня, скажем, размахнись душа, было бы больше времени, я бы им рассказала, вот где экватор, тут южное полушарие, я своего ребенка именно так и учу. Мы недавно читали Буратино, и там сказано, что на берегу Средиземного моря. Где Средиземное море? Далее глобус. Так, где оно? Вот оно, Латвия. Вот оно, Средиземное море. Вот Атлантический океан, вот Тихий. На берегу Средиземного моря вот какие страны находятся. Какой там климат, а вот где экватор. Ну, то есть, это и есть межпредметные связи, и я думаю, что разумные учителя всегда так и делали. Ну, по крайней мере, я так делаю. Потому что... Одним словом, если, ну, как бы, резюмировать то, что вы говорите, это получается, что, ну, некие сформированы такие вот жупелы, да, ну, там, межпредметные связи, компетентностная реформа и так далее. То есть, это некие такие вот символы, за которыми на самом деле ничего не стоит, да, которые пытаются, как бы, облечь нечто в красивую форму, у которой нет, и пока, ну, не разрабатывается никакого содержания. То есть, учитель, да, он свободен, творец, и за одну свою зарплату он должен вести, там, очные уроки, удаленные уроки, готовить какие-то учебники или учебные пособия и быть таким свободной личностью на что ему не дается ни ресурсов, ни поддержки, ни какой-то серьезной научной базы, которая, в принципе, должна была быть в таком случае. Наша программа подходит к концу. Мы, я хочу сказать большое спасибо Наталье. Я думаю, что проблемы образования сейчас, они такие очень насущные, они открылись родителям многим именно потому, что они сидели на удаленке и были вынуждены наблюдать, что и как учат их дети. И, честно говоря, это многих шокировало, потому что они поняли, что школьное образование буквально катится в бездну, у детей нет никакой серьезной базы для будущей жизни. И, конечно, эту проблему нужно решать, и мы надеемся, что найдутся силы в стране, которые это будут делать. Наталья, я думаю, что ваше экспертное мнение этим силам будет очень нужно. Мы не прощаемся, я думаю, что мы еще пригласим Наталью в наш эфир продолжить разговор о школьном образовании, может быть, в более широкой экспертной группе с привлечением родителей, каких-то специалистов по разработке программ. А сегодня я прощаюсь с вами. Спасибо за участие в программе. Ее провела Людмила Прибыльская, звукорежиссер в студии Евгений Копеин. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин